Биткоин-цунами не остановить. Еще даже не выходные, а биткоин уже взлетает как сумасшедший. А как тут не взлетать? Трамп отменит налоги на криптовалюты в США. Также на сайте Конгресса США уже появился законопроект о стратегическом биткоин-резерве. Теперь его ожидает голосование, но еще до голосования Трамп уже может его покупать. А Гэри Гэнслер уйдет с поста комиссии SEC уже 18 ноября 2024 года. На этом фоне биткоин поднимается выше 93 тысяч долларов. Но это еще не все. Впереди множество графиков, новые ценовые прогнозы от экспертов и самое главное, начало совершенно новой эры для биткоина, которая может подстегнуть его цену до миллионов долларов за монету. Это реальность, когда казначейство разных стран и компаний начнут покупать биткоин. Поэтому я и назвал это видео «Цунами не остановить». Звучит невероятно даже для меня, но такова новая реальность. И прежде чем мы перейдем к ней, не забудь передать за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайк коин. Передал? Большое спасибо за поддержку. Итак, давай поговорим о биткоине. Если измерить месячную свечу на графике за ноябрь 2024 года, то длина от минимума до максимума составила 27 300 долларов. Но что еще более поразительно, сейчас только середина ноября. Месяц еще не закончился и даже страшно представить, какой эта свеча может быть в конце. Крипто Слейт выпустили статью, где говорится, что Дональд Трамп может вложить миллиарды долларов в биткоин-резерв США без одобрения Конгресса. Президент может использовать до 10 миллиардов долларов без согласования с Конгрессом. Я думаю, что Трамп навряд ли будет так спешить, но смысл не в этом. Смысл в той самой биткоин-гейм-теори, которая разворачивается на наших глазах. Ведь Синтия Ламис уже не только внесла законопроект о биткоин-резерве в Конгресс, но и заявила, что нужно продавать золото ФРС США, чтобы покупать биткоин. А штат Пенсильвания уже заявил о том, что готов вложить до 10% своих резервов в биткоин. После того, как законопроект будет проголосован, обрати внимание на эту диаграмму. На ней видно цену биткоина, это черный график, запасы долгосрочных держателей – это голубой график, и запасы краткосрочных держателей – это желтый график. Исторически, когда цена биткоина достигает нового исторического пика, долгосрочные держатели распродают свои монеты. Это видно вот здесь. Пик распродажа, пик распродажа, пик распродажа и так далее. Но в этот раз, как мы видим, никаких распродаж подобного масштаба еще не наблюдается. Это говорит о том, что долгосрочные держатели уверены в дальнейшем росте. С другой стороны, на каждом пике взлетает количество краткосрочных держателей, так как на безумном взрыве цены люди начинают верить в рост уже под конец этого роста. Как итог, когда долгосрочные холдеры максимально распродают, а краткосрочные максимально покупают, наступает исторический пик цикла. То есть, когда мы увидим подобную картину, как, например, вот здесь, продажа долгосрочных, покупка краткосрочных, в текущем цикле мы будем знать, что мы уже близки к завершению этого цикла, что пик уже на носу. Теперь о возможном давлении на цену. Майнеры отправили на биржи более 45 тысяч биткоинов, около 4 миллиардов долларов. Но вот в чем дело. Многие крупные майнеры продолжают держать свои запасы биткоинов. Пока не ясно, откуда идут такие объемы. Но одним из таких майнеров является королевство Бутан. И мы видим, что они действительно продали биткоины на сумму 100 миллионов долларов. Сейчас они удерживают биткоины на сумму 1,1 миллиарда долларов. Возможно, они продают сейчас, чтобы затем немного усреднить. А возможно, у них есть счета, которые нужно оплачивать. Они ведь правительство, в конце концов. Однако на данный момент у них остается 12 206 биткоинов на балансе. Это делает их пятым крупнейшим государственным держателем биткоинов в мире. Теперь о балансах на внебиржевых площадках. Это очень интересно и у многих это вызывает беспокойство. Многие задаются вопросом, почему BlackRock покупает так много, а цена не растет, а топчется в диапазоне от 88 до 93 тысяч долларов. Хотя она по сути растет, мы выросли с 15 до 93 тысяч долларов. Всего 2 месяца назад цена биткоина составляла 67 тысяч долларов. Это безумие, что сегодня мы торгуемся на отметках практически около 100 тысяч долларов. Тем не менее, подсчитано, что около 24% ценового движения биткоина напрямую связано с притоками спотовых ETF. И вчера спотовые ETF и продавали. На шестой день после выборов некоторые держатели спотовых ETF фиксировали прибыли. В основном это хедж-фонды, которые используют арбитражные стратегии. Но вот эта диаграмма разжевывает нам ситуацию вокруг биткоина. Так вот, настанет день, когда на внебиржевых площадках, где такие компании, как BlackRock и MicroStrategy покупают свои биткоины, запасы закончатся. Здесь небольшая пометка. Покупки на внебиржевых площадках никак не влияют на рыночную цену. И вот как выглядит этот внебиржевой рынок сейчас. Наибольший объем у Coinbase 100 тысяч 155 биткоинов, затем Genesis Trading 15824 биткоина и так далее. Но вот что интересно. В июне 2024 на внебиржевых площадках было более 400 тысяч биткоинов. Сейчас у них осталось чуть больше 115 тысяч биткоинов. Если текущие темпы покупок спотовыми ETF-ами сохранятся, эти запасы исчезнут через 2 месяца. Если даже не раньше. Теперь о прогнозах цен. Катевут из Arkinvest. Arkinvest это одна из тех компаний, которая запустила спотовый биткоин ETF. На CNBC заявила, что биткоин может достичь полутора миллионов долларов к 2030. Ее базовый сценарий 650 тысяч долларов. То есть покупка биткоина даже за 90 тысяч сегодня может принести значительный доход в течение 6 лет. Вот в чем соль. На булране 2017 рынок казался переоцененным, когда биткоин взлетал до 20 тысяч долларов. На булране 2021, когда рынок взлетел до 69, тоже казалось, что биткоин слишком дорогой. Но кажется ли сейчас цены в 20 тысяч долларов и даже в 69 тысяч долларов высокими? По сравнению с 93 тысячами уже нет. Однажды мы скажем то же самое и про 90 тысяч долларов. О, это была отличная цена. Вот бы биткоин упал до 90 тысяч долларов, чтобы я купил. Я понял это уже в 2018 году, пока другие не верили и хоронили биткоин сотни раз. Питер Шиф до сих пор это делает. Вернемся к Кэти Вуд. Если прогноз Кэти окажется верным, то к 2030 году биткоин принесет 16,67 от текущей цены. По моим прогнозам за это же время Тесла вырастет в 15,25 иксов за этот же период. То есть биткоин может слегка опередить Теслу, но разница незначительна. Так почему бы просто не держать эти два актива? Ванек также прогнозирует, что в 2025 году институциональный спрос поднимет цену биткоина до 180 тысяч долларов за 12 месяцев. Они утверждают, что это будет обусловлено интересом крупных игроков, а также некоторыми правительствами и компаниями. Недавно компании тоже начали добавлять биткоины в свои резервы. И я поражаюсь, как быстро это происходит. Я даже не верю в то, что читаю. Неужели этот цунами происходит? Например, Genius Group, компания из области искусственного интеллекта, выделила для биткоина 120 миллионов долларов. Sol Strategies не только инвестирует в биткоин и Solano, но также запускает валидаторы в этих сетях. Другие компании, такие как Control Technologies, они инвестируют в биткоин и SpaceX. А вот еще одно заявление, которое меня поразило. Thumbs Up Media также следует этому тренду и утверждает биткоин в качестве резервного актива. Публичная компания Solidian Technology выделит 60% денежных потоков на покупку биткоина в качестве стратегического резерва для своего казначейства. И я, кстати, заметил, что особенно быстро на биткоин стандарт переходят именно канадские компании, которые понимают, что их национальная валюта обесценивается. Так что тренд очевиден. Корпорации все чаще выбирают биткоин как защитный актив, а также советуют правительствам целых стран делать то же самое. Так, например, ведущая исследовательская и брокерская фирма Bernstein призывает индийское правительство принять биткоин в качестве резервного актива. Они ведут в биткоине в том числе и защиту от возможного второго инфляционного витка, который может наступить уже при Трампе. Трамп получает бомбу замедленного действия. И мы видим, как инфляционное движение сегодня повторяет 70-е, а последние данные по CPI и PPI в США показывают, что инфляция возвращается к росту. На это уже обратил внимание Джером Паул из ФРС США. Он сказал, что у ФРС США нет причин спешить со снижением ставки. Это, естественно, напугало рынки. Биткоин именно поэтому притормозился. А фондовый рынок США впервые с победы Трампа откорректировался. Биткоин же, со своей стороны, наоборот, предлагает дефляционную среду, когда с течением времени его покупательная способность только укрепляется. Все падает по отношению к биткоину. Фиатные валюты, недвижимость, золото. Посмотри этот небольшой клип. Он поможет тебе купить свое собственное жилье уже спустя несколько лет. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь перейдем к анализу опционов за пятницу. Вчерашний день. Эти данные за время медвежьего рынка показывали невероятную точность. Большие игроки в опционах, их стратегии и прогнозы – это то, на что стоит обратить свое внимание. Давай освежим детали и посмотрим, что происходит, особенно в долгосрочной перспективе. Я люблю заглядывать на 3, 4 и даже 5 месяцев вперед. Один из ключевых моментов – это март 2025 года, начало весны. Обратив внимание на основные метрики с текущей диаграммы, мы видим 56 тысяч контрактов на сумму около 5 миллиардов долларов. Put call ratio на отметке в 0,36, что означает очень бычий настрой. Когда это соотношение близко к 0,5, рынок не определен, он не знает, чего ожидать. Если ниже, значит рынок оптимистичен, если выше, значит пессимистичен. А здесь очевидный перевес в сторону оптимизма. Далее, многих путает так называемая цена максимальной боли, которая сейчас находится на отметке в 70 тысяч долларов за биткоин. Это не значит, что цена обязательно должна упасть до 70 тысяч. Это значит всего лишь то, что на уровне 70 тысяч опционным трейдерам будет нанесен максимальный убыток при истечении срока действия контрактов. Например, если цена действительно дойдет до 70 тысяч долларов, когда их контракты истекут, то держатели длинных позиций понесут огромные потери. Да, в теории, если мы хотим жестко побрить лонгистов, то поход к 70 тысячам долларам решит эту проблему. Интересно, что основные ожидания рынка опционов находятся на уровне 120 тысяч долларов. Это как раз основной целевой прогноз на бычий рынок. Технический паттерн, чаша с ручкой, показывает цель в 125 тысяч долларов. Опционы ставят на то, что эта отметка может быть достигнута уже в марте 2025. Но это не финансовый совет, это всего лишь публичная информация из интернета, которую я собираю в одно видео. Этот тренд тоже удивляет. Обычно киты начинают продавать или сокращать свои позиции на пиках рынка. Но сейчас происходит противоположное, они накапливают биткоин. Количество биткоин-китов достигло максимума с 2019 года. Никогда в истории киты не накапливали так много биткоинов. Это показывает уверенность опытных держателей в долгосрочном потенциале рынка. Этот процесс накопления сильный бычий сигнал на длинную дистанцию. А что с Solana? Solana доминирует в DeFi секторе, обгоняя Ethereum и все решения второго уровня вместе взятые по объемам торгов на децентрализованных биржах. За сутки топ-4 сетей по объему торгов на DEX выглядят так. Solana на первом месте почти 7 миллиардов долларов, Ethereum на втором 3,4 миллиарда долларов, Sui на третьем 400 миллионов и Cardano на четвертом месте 6 миллионов долларов. Кроме того, комиссионные на Solana достигли исторического пика, что говорит о росте активности и огромном числе ежедневных пользователей в блокчейне Solana. Выручка блокчейна тоже бьет рекорды, оставляя конкурентов позади. За последние 24 часа из Ethereum в Solana перевели 50 миллионов долларов. Почему? Потому что никто не хочет иметь дело с медленными и дорогими блокчейнами. Именно поэтому популярность набирает быстрые и дешевые блокчейны вроде Solana. И кстати насчет стоимости блокчейнов. После недавнего взлета Cardano сейчас является самым дорогим блокчейном по индикатору STP. Это полная разбавленная рыночная капитализация, разделенная на количество ежедневных транзакций. Этот показатель позволяет понять, насколько дорогой блокчейн для обычного юзера. Для Cardano этот показатель составляет 400 тысяч долларов, для Litecoin 35 тысяч долларов, для Solana он составляет около 2700 долларов, что примерно в 150 раз дешевле. Не удивительно, что инвесторы выбирают Solana. Но в защиту Cardano могу сказать, некоторые считают, что Чарльз Хоскинсон, создатель Cardano, может стать частью администрации США для поддержки криптоиндустрии. Возможно он будет работать вместе с Силаном Маском и другими. Вполне возможно. Если это будет так, то у Cardano будет хорошее будущее, особенно если они решат вопросы масштабирования и комиссионных. Перейдем с криптовалюты на Теслу. Здесь тоже происходят интересные вещи. А затем поговорим о политическом крипторегулировании в Соединенных Штатах, где тоже произошли большие изменения прямо сейчас. Инвестиции Тесла в Биткоин окупились. Их портфель сейчас стоит более миллиарда долларов. Интересно вот что, что первоначально они инвестировали полтора миллиарда долларов, но затем продали 90% своих активов. Несмотря на это, их оставшийся остаток, 10%, практически достиг первоначально вложенной суммы. Таким образом, их прибыль составляет примерно 900 миллионов долларов. Отличный результат. На этом фоне акции Теслы неплохо растут. А легендарный инвестор Рон Барон, который инвестирует в SpaceX и Tesla, остается крайне оптимистичным. Он отметил, что цена акций Тесла сейчас такая же, как 3 года назад, и считает, что капитализации Тесла скоро будет более 5 триллионов долларов. Илон Маск же ожидает 30 триллионов долларов. Если Тесла достигнет 30 триллионов долларов, это 30-кратный рост. Если 5 триллионов, это рост в 5 раз от текущего уровня. Рон Барон считает, что робот Оптимус станет величайшим изобретением в истории. И также подчеркнул, что будет, как говорится, холдить акции Тесла. Теперь немного о спросе на Тесла. AJ прогнозирует рост спроса в США в четвертом квартале, который продлится до инаугурации президента Трампа. Многие считают, что после 20 января налоговый кредит на электромобили может быть отменен. А он составляет около 7,5 тысяч долларов. AJ отмечает, что в долгосрочной перспективе продажи автомобилей не имеют значения, а вот в краткосрочной имеют. Также забавно, что Тесла сравнивается с Ламборгини по характеристикам. Только вот Тесла Model 3 стоит 45 тысяч долларов, что является лишь небольшой частью от цены Ламборгини. Также зарядные станции теперь поддерживают до 1000 вольт. Полная зарядка для машины занимает всего несколько минут. Это тоже поможет распространять электромобили и широко их принимать. Теперь к Тезеру. Мохи любят же хоронить Тезер точно так же, как и Биткоин. Но на самом деле это крупнейший стейблкоин в мире. По данным Министерства финансов США, Тезер входит в число крупнейших держателей американских облигаций. В 2024 году Тезер владел облигациями на сумму 81 миллиард долларов. Это делает его одним из крупнейших покупателей американских облигаций. И наверняка Соединенные Штаты понимают, что нуждаются в таких покупателях. И, наконец, о регулировании. Появились новости, что Гэри Гэнслер, глава СЕК, добровольно уйдет в отставку. Он уйдет уже 19 ноября 2024. Также прокуратура Манхэттена планирует сократить количество дел, связанных с криптовалютами. Это может стать хорошей новостью для криптобизнеса в Нью-Йорке и поспособствовать инновациям. И это очень важно, особенно когда вопрос Биткоина становится вопросом лидерства среди стран. Гонка стран начинается. И начать ее нужно с того, чтобы не препятствовать криптоинновациям в США. Именно поэтому Гэри Гэнслер уходит сам. Не по своему желанию, но под давлением обстоятельств. Он даже не хочет дожидаться увольнения после инаугурации Дональда Трампа. К сожалению, Трамп не сможет исполнить одно из своих обещаний – уволить Гэри Гэнслера. Потому что Гэнслер уйдет сам уже в ноябре. Стюарт Алдеротти и генеральный прокурор Небраски Майк Хилгерс считают, что СЕК, комиссия по ценным бумагам и биржам США, превысила свои полномочия. Институциональный ущерб, нанесенный Гэри Гэнслером, огромен. Его наследие – это подрыв американских инноваций и неспособность соблюдать закон. И это настоящий позор. Сейчас 18 штатов подали на Гэри Гэнслера в суд, чтобы привлечь к ответственности. И я с нетерпением ожидаю того момента, когда Гэри Гэнслер станет лишь печальной страницей в истории СЕК. Именно поэтому он и уходит в отставку, когда на кухне становится слишком жарко. Пора уходить. Но давайте вспомним немного истории. Все мы помним Кэролайн Эллисон, если я правильно помню. Она из Alameda Research, которая работала вместе с SBF, бывшим SEO биржи банкрота FTX. А это ее отец, Гленн Эллисон из MIT. И угадайте что? Когда-то этот человек работал с Гэри Гэнслером. Это просто невозможно выдумать, друзья. Все, к сожалению, взаимосвязано. Гэри Гэнслер, SBF, Кэролайн Эллисон. Все эти люди, которые давили на крипту. Эти люди становятся прошлым для того, чтобы у криптовалюты было будущее. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова